Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И так как Италия сейчас находится на карантине из-за коронавируса, мы столкнулись с огромной нехваткой масок и дезинфицирующих средств для рук, антисептиков для рук. Поэтому в этом видео будем с вами делать антисептики своими руками из подручных средств. Из чего можно сделать санитайзеры для рук в Италии, из чего можно сделать санитайзеры для рук в России и в Беларуси. Я предложу вам на выбор несколько рецептов. Ну что, поехали! Как сделать санитайзеры для рук своими руками дома в домашних условиях? Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики коронавируса COVID-19 чаще мыть руки и пользоваться вот этими самыми антисептиками. Если вы не можете найти антисептик в свободной продаже, то ВОЗ дали рекомендации, как сделать это самому. Приготовить антисептики, санитайзеры для рук достаточно легко. Всемирная организация здравоохранения порекомендовала следующий рецепт. Нам понадобится спирт, перекись водорода и глицерин. На 1 литр рецепт таков. 833,3 мл этилового спирта, 41,7 мл перекиси водорода и 14,5 мл глицерина. Дистиллированная или кипяченая охлажденная вода. Я хотела сделать антисептик для рук в домашних условиях. Именно по рецепту Всемирной организации здравоохранения мы глицерина не нашли. И глицерина нет. Единственное, что я смогла найти, это вот такой вот крем для рук с глицерином. Глисолид. Но я не уверена, что он может заменить глицерин. Потому что здесь, в этом креме, в его составе 38% глицерина. Остальное вода и другие ингредиенты. Как вы думаете, можно ли сделать санитайзер для рук, заменив глицерин вот таким вот кремом? Напишите в комментариях. Может быть, тогда эта информация будет полезна другим пользователям. Я решила сделать санитайзер по другим рецептам. На самом деле, рецептов много. Главный ингредиент санитайзера для рук – это обеззараживающее вещество. В данном случае им выступает спирт. Причем водка не подойдет. В водке всего 40% спирта. А антисептическим действием обладает спирт крепостью не менее 70%. Я вот взяла, например, алкоголь 96%, который используют для приготовления ликеров и сладостей здесь, в Италии. Для первого нашего рецепта нам понадобится эфирное масло, спиртовая настойка или спирт и гель алоэ вера. 50 мл спирта, 1 столовую ложку геля алоэ вера и 7 капель эфирного масла. Все тщательно перемешиваем и выливаем во флакончик, которым мы будем этот санитайзер носить с собой. У меня чистый гель алоэ вера. И видите, когда я смешиваю эти ингредиенты, он дает небольшой осадок. Я думаю, что это, может быть, какой-то был желирующий ингредиент, добавленный в алоэ вера. Вот получилась вот такая желто-коричневая жидкость. Она очень-очень вкусно пахнет. Второй вариант санитайзера мы сделаем с кокосовым маслом. Нам понадобится 100 мл чистой дистиллированной воды. Подойдет кипяченая вода, если нет дистиллированной. 5 мл жидкого кокосового масла, 10 капель эфирных масел и 20 мл спиртовой настойки или спирта. Хорошо смешайте все ингредиенты и перелейте раствор во флакончик. Если кокосового масла жидкого под рукой у вас не окажется, вы можете заменить его персиковым, миндальным или даже оливковым. И третий рецепт сделали Ваня с Вероникой из всех ингредиентов, которые вы можете найти в любой аптеке в России или в Белоруссии. Они взяли спиртовую настойку, можно брать настойку ромашки или календулы, или есть такая ротокан, диаротокан, настойка, в которой есть и ромашка и календула. Также нам понадобится вода, глицерин и эфирное масло. Итак, 50 мл воды смешиваем с 50 мл спиртовой настойки, добавляем 30 мл глицерина и 5 капель эфирного масла. Можно брать масло лимона, чайного дерева, ромашки. Я использую масло лисея кубеба, мне очень нравится его аромат. Вы можете использовать любое масло, которое обладает антисептическим, антимикробным действием. Смешиваем тщательно все ингредиенты, помещаем раствор в небольшой флакончик или распылитель, который вы сможете носить с собой, и пользуемся антисептиком по необходимости. Еще немножко из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Обрабатывайте руки антисептиком 20-30 секунд. Во время использования налейте антисептик в сложенную горсткой ладонь, чтобы покрыть всю поверхность, затем потрите одну ладонь от другую. Переплетите пальцы, разотрите ладони. Важно, чтобы антисептик был распределен по всей поверхности рук. Не нужно вытирать руки, они должны высохнуть самостоятельно. Только после того, как руки высохли сами, они безопасны. И помните о том, что чистую воду с мылом ничто не заменит. И после того, как вы вернетесь домой, обязательно помойте руки с мылом. На этом я свое видео буду заканчивать. Надеюсь, что рецепты эти будут вам полезны. А еще больше надеюсь, что ваша страна и ваш город не столкнется с этой проблемой. И санитайзеров, и всего остального у вас будет в аптеках и в магазинах в достатке. Поделитесь моими видео в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Пока-пока!